Всем привет! В этом видео мы разберем такую связку, как Карлсон плюс Пурин. На текущий момент эта связка является одной из наиболее доходных. Такая связка стала возможной после того, как монета Карлсон стала памятизависимой, а монета Пурин ядрозависимой. И в этом видео я покажу, как настраивать все это дело на Windows, HiOS и RayOS. А перед началом видео забудьте подписаться на YouTube и Telegram каналы. У меня есть два Telegram канала. Один по майнингу, а другой по криптоактивностям, где мы выполняем различные активности, получаем монеты бесплатные и продаем их на листинге. Новейшее оборудование покупаю в компании Mining Center. У них есть свой крупнейший Telegram канал, где вы сможете посмотреть цены на оборудование, а также крупнейший Telegram чат, где вы сможете пообщаться об оборудовании. Также у них есть свой сайт и YouTube канал. При заказе оборудования вы можете указать, что узнали о компании Mining Center через канал USM Fox и получить скидку. Все ссылки я оставлю в описании к видео. Обязательно присоединяйтесь, очень много полезной информации. Для того, чтобы получить разгон, вы можете перейти на вкладку видеокарты. Здесь найти вашу видеокарту, например, 4090. И здесь нажать вот по этой связке и, соответственно, получить рекомендуемые настройки разгона. Также здесь они прописаны для майнера Ригель. Саму настройку я буду производить в примере Kaizen Pool. Если хотите поддержать канал, можете зарегистрироваться на пуле по ссылке в описании к видео. Суть заключается в том, что вы регистрируетесь на пуле, вам дают кошелек, на который вы майните любую монету с этого пула, и монеты копятся у вас в личном кабинете. После этого здесь вы указываете, куда именно будете выводить. Например, здесь вы можете указать адреса бирж. Например, здесь заводите монету какую-нибудь. Указываете минимальное значение, при котором будет вывод. Например, монета Carlson будет выводиться каждую тысячу монет вот по этому адресу. Ну и все. Майните на пуле. Начнем нашу достройку на HiOS. Переходим в полетный лист. Полетные листы. Здесь выбираем монету Carlson. Сюда добавляем кошелек с K1 Pool. Нажимаю добавить. Адрес кошелька копирую с личного кабинета. После этого перехожу сюда, вставляю. Называем K1 Pool Carlson. Нажимаю создать. Пул K1 Pool. И здесь убираю Майнер. Ригель Майнер. Нажимаю настроить. Здесь дополнительные параметры конфигурации выглядят следующим образом. Вы указываете алгоритм Carlson Hash плюс Puring Hash вот таким образом. Указываете адрес пула для монеты Purin. И здесь также указываете адрес кошелька для вашей монеты Purin. Она будет совпадать с адресом кошелька монеты Carlson. Потому что, как я уже сказал, на K1 Pool вы манете все на один кошелек. А потом через личный кабинет монеты распределяете по кошелькам и биржам. Поэтому здесь вы можете напрямую приписать. Вот таким образом. И здесь нажимаете применить изменения. И называете полетный лист KLS плюс Pui. Или другим любым произвольным способом. Нажимаю создать полетный лист. Запускаю полетный лист. В консоли можем посмотреть то, что все у нас отлично применяется. Применяются настройки разгона. И, соответственно, начинается майнинг. Видим то, что у нас есть как Carlson Hash V2. Так и Purin Hash V2. Если все настроили правильно, то спустя время у вас на пуле появятся две монеты новые. Carlson, Purin и вот мой RIP 3070. Они майнятся одновременно. В случае с Rewest нам также нужно встать кошелек. Называем его, например, KLS Pui. Добавить кошелек. Выбираю здесь монету KLS. Здесь выбираю Pool K1 Pool. Европейскую зону. Здесь указываем ваш кошелек с личного кабинета K1 Pool. Выбираем майнер RIGEL 1.19.1 или последнюю версию, когда вы смотрите видео. И здесь нажимаете «Редактировать майнер». Здесь дополнительные параметры конфигурации выглядят следующим образом. Здесь добавляется вторая монета Purin и прописка настройки разгона, которые возьмете с сайта Hashtrayed No. Здесь добавляете ваш кошелек. Здесь пишите имя воркера, который будет отображаться на пуле. Например, RTX 3080. Здесь адрес K1 Pool у вас, естественно, останется таким же, как у меня. И все, нажимаем «Save». И здесь также нажимаем «Save». После этого можем переходить в дашборд и активировать наш полетный лист. «KLS.PUI». И нажимаю «Применить». И у вас отобразится таким образом хешрейт на RLs. В случае с виндой переходите на GitHub RegalMiner. Здесь находите последнюю версию. Справа она будет. Скачиваете архив, распаковываете. Внутри архива находите Dual KLS. Открываете его с помощью блокнота. И сюда необходимо будет писать адреса пула. К1 Pool. И адрес вашего кошелька. Адрес кошелька, как я уже говорил, будет одинаковый. Потому что потом в личном кабинете вы будете уже указывать, куда именно будете выводить намайные монеты. Вот таким образом по итогу будет выглядеть ваш батник для винды. Здесь вы можете также записать настройки разгона через черточки. Ну и после этого вы его можете запускать. На этом у меня все. Если видео вам понравилось, обязательно подписывайтесь на YouTube канал, на Telegram канал. У меня есть 20 телеграм-каналов. Один по майнингу, другой по криптоактивностям. Где мы делаем различные криптоактивности, получаем монеты бесплатно и продаем их на листинге. Все ссылки оставлю в описании к видео. Всем спасибо за просмотр.